Эта история началась в 2014 году. Жители Копейска вложили деньги в надежде получить собственное жилье. В это же время началось возведение будущего дома на Коммунистическом проспекте. Причем процесс шел довольно быстро. Но в один момент стройка остановилась. Дом недостроен и никто им не занимается. Хозяин этой компании находится под арестом. Директора компании арестовали в 2016 году. Именно тогда, согласно договору, организация должна была сдать многоэтажку в эксплуатацию. В итоге здание стоит недостроенным почти три года. А дольщики вынуждены ждать у моря погоды. Мы купили квартиры. В итоге получается, что мы с 2016 года ходим. Вот у нас третий ребенок родился в семье. И мы вынуждены скитаться по съемным квартирам. Обманутые дольщики обращались во все инстанции города и области. По их словам, на жалобы никто не реагировал. Власти лишь присылали шаблонные отписки. Отчаявшись, жители Копейска вышли на долгосрочный массовый пикет, развернув палаточный лагерь у того самого недостроя в центре города. В надежде хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Мы уже все обошли. Вот без белый свет. Только до бога не дошли еще. Сегодня клиенты компании видят проблему не только в отсутствии собственного жилья. На территорию дома дольщикам заходить нельзя. При этом здание стоит совершенно без охраны. А местные жители и вовсе говорят, что кто-то по ночам вывозит строительный материал целыми газелями. Кто и куда увозит имущество дольщиков, ведь по сути стройматериалы принадлежат в том числе и им, неизвестно. Пообещаю разобраться с охраной. На стройке проводится мародерство, воровство, вазят дети по этажам. Это факт установленный получается, установлена прокуратура уже. На протяжении долгого времени к недостроенному дому приезжает администрация Копейска. При этом на вопросы дольщиков местные чиновники отвечать не торопятся. Я прекрасно понимаю ваше возмущение. Вы поймите, вот вы сейчас пытаетесь вот эту всю проблему возложить на администрацию Копейска. Мы в этом случае не наделены особыми полномочиями. То есть мы выдаем разрешение на строительство при предоставлении застройщикам всего пакета документов. Получается, что Копейская мэрия имеет полномочия лишь продать земли застройщикам и дать им разрешение на возведение домов. А решать проблемы жителей чиновники неуполномочены. Чтобы выяснить, когда же обманутые дольщики получат свои квартиры, мы отправились в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. В настоящий момент министерством подготовлены документы и направлены в публично-правовую компанию Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. В настоящее время фонд готовит документы для подачи в арбитражный суд Челябинской области для инициирования процедуры банкротства. Говоря простым языком, для того, чтобы продолжить строительство дома и сдать его в эксплуатацию, необходимо признать компанию банкротом. В то время, когда процедура запущена, в дело вступает Фонд защиты прав дольщиков. И уже на средства федерального и частично областного бюджетов заканчивает возведение здания. Сегодня конкретные сроки не озвучивают, но в Минструе предполагают, на всё про всё уйдёт порядка полутора лет.